Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Добрый вечер. Как известно, главной новостью этих дней стали обыски в офисах группы компании Ренова в Москве по делу о взятках прежнего руководства республики Коми. Уже задержанный гендиректор компании Т-Плюс Борис Вайнзихер, директор Реновы Евгений Ольховик. В розыск объявлен один из руководителей Вымпелкома. И мы помним, что 10 лет назад такой платой за индульгенцию топ-менеджером Ренова была покупка яиц Фаберже, коллекции, которую продавали зарубежные собственники. И вот мы назвали наш спор сегодняшний, нашу дискуссию, и Фаберже не помог. Давайте буду по ходу поступления представлять моих гостей. Первый вопрос у меня к Марку Урнову. Марк, как вы считаете, это публичная порка или это нечто подобное? Негативное отношение к коррупции нарастает, и надо выставить власти, надо показать, что она борется, ударяя по достаточно крупным фигурам. В какой мере это эффективно, это будем, я думаю, обсуждать. Но мне думается, что вот эта часть такой вот предвыборной демонстрации готовности власти жертвовать крупными фигурами для того, чтобы демонстрировать готовность бороться с тем грехом, о котором в свое время, если я не ошибаюсь, и Путин говорил, что это такая вот системная вещь, поразившая государство. Это на самом деле властям признаются. Вопрос Юрий Анатольевич Несневич, вы как считаете, может быть, это часть предвыборной вашей кампании? Абсолютно. У меня такое ощущение, что это никак с никакими выборами просто не связано. Я бы сказал так, что просто в последнее время произошло довольно много любопытных событий. Идут перестановки в силовых структурах, они же не случайно идут. Это называется крыша протекла. То есть идет потеря крыш у целого ряда людей, которые российского бизнеса, он весь под крышами сидит в определенных силовых структурах. Когда происходит смена в силовых структурах, кто-то такой вот крышу теряет и попадает под удар. Тем более, что если мы посмотрим информацию по этой ситуации, то она вообще посмешная. Оказывается, взятки давали с 2007 года. То есть 10 лет эта история продолжается. Что никто этого не знал, прям вот такая вот необходимость возникнет. Нет, просто, видимо, те, кто прикрывал эту систему в федеральном центре силовых структурах, сегодня потерял свое влияние, и можно теперь свободно это использовать. Вот и все. К выборам это не имеет никакого отношения, потому что просто по последним данным вся информация о том, что 50% российских граждан выборы в упор не видят и не хотят видеть, понимаете. Не надо как бы думать, что есть какой-то запрос. Нет, в основном российские граждане 70% считают, что они власть вообще как бы в стороне, они властью вообще не интересуются. Юристу Абу Гайтаеву вопрос. А вот давно не попадали в поле зрения правоохранителей не взяткополучатели, а взяткодатели. Вот почему сейчас наиболее серьезный удар попал под тем, кто давал взятку, а не кто ее брал? Ну, тот, кто в данном случае, тот, кто получал взятку, он уже сидит, а был, в принципе, как говорится, вопрос не лишен. Что касается привлечения к ответственности взяткодателей, ну, это, в принципе, обычная практика следственных органов, когда в рамках уголовного дела они начинают проявлять инициативу и дальше, значит, расширять вот этот объем обвинения, еще что-то. То есть там работа ведется, и здесь я тоже вижу, что, наверное, имело место все-таки, потому что информацию о даче взятки можно было получить, на мой взгляд, только от тех людей, которые уже привлечены в уголовную ответственность, которые уже сидят. И мне кажется, ну, исходя опять-таки из своей практики, что, значит, имеет место некое, я не знаю, оно уже оформлено или нет, есть такая форма досудебного соглашения, значит, оно или в рамках этого соглашения, значит, вот эти действия происходят. То есть человек, значит, в данном случае, я не знаю, кто конкретно фигурант этого дела, он заявил о том, что он хочет сотрудничать, и ему, значит, сказали, ну, не то, что сказали, даже сам закон, значит, предусматривает, что соглашение возможно только в том случае, если человек изобличает еще кого-то, значит, сообщает о новых преступлениях, изобличает новых лиц, пока неизвестных. То есть в рамках вот этого уголовного дела, наверное, были какие-то договоренности, которые сейчас вот так вот они реализовались. То есть я думаю, что есть вот информация об этом, значит, она вышла непосредственно от людей, которые уже содержатся по сражу. А то, что там взятка дать или получать, ну, это неважно. Здесь речь идет о том, что следствие, значит, таким образом, я не знаю, там, заказной характер имеет все это дело, но то, что это обычная практика, это обычная практика, у меня в производстве сейчас есть примерно такое же дело, то, что это обычная практика, которая в последнее время успешно применяется, то есть когда обмен на соглашение, значит, люди дают показания, они не всегда, далеко не всегда проводивые, но с этими по... так можно решать многие вопросы. Более того, я могу сказать однозначно, что сейчас вот по сложившейся практике достаточно, достаточно показаний какого-то лица, который, как в моем случае, который даже согласно судебно-медицинской экспертизе являются патологическим лгуном и наркоманом, даже показания таких лиц оказываются достаточными для того, чтобы возбудить уголовное преследование в отношении какого-то лица. То есть тут вопрос такой, значит, какие цели преследуют следствие, не знаю, но то, что это формально очень просто, это я могу, как бы сказать, гарантированно. Еще же наш гость Максим Круглов, эксперт антикоррупционного центра партии «Яблоко». Максим, вот как вы считаете, почему даже крупные благотворители, мы помним, что Виксельберг купил, по-моему, звонницу Донского монастыря в Америке и огромную операцию на кораблях, и, во-первых, сделал копии здесь, тех колоколов им подарил, те, и все равно не послужил индульгенцией? Понимаете, в России сложилась такая политическая система, что когда какой-либо группировке во власти требуется отобрать чей-либо бизнес-актив, то она это с легкостью может сделать. Ну, все мы помним случай Башнефти, случай, когда... С Ифтушенкова, да. С Ифтушенкова, да, посадили, актив отобрали, его, правда, потом выпустили. Ну, то есть речь идет о том, что если у человека остались серьезные связи, у него есть какая-то вот индульгенция по поводу именно своей личной свободы, то да, его отпустят. Мы видим сейчас, что Виксельбергу обвинение-то не предъявлено, да, предъявлено обвинение его соратникам. В этом смысле система работает очень просто. А почему это произошло сейчас? Ну, действительно, потому что на носу федеральные выборы, тема выбрана ЖКХ, этим людям предъявлены претензии по поводу того, как они организовали тарифы ЖКХ в КОМе, соответственно, для людей эта тема благодатная, всех интересуют тарифы, а олигарх, который не самый популярный в народе человек, является замечательным мишенью, показательным таким образом, который будет свидетельствовать о том, что власть борется против ненавистных олигархов, а тарифы они не из-за власти, а из-за таких людей. То есть момент выбран, в общем-то, за 10 дней до выборов, безусловно, не случайно. А вот здесь, я думаю, такой двойной удар. Потому что, конечно, то, что предвыборные соображения играют роль, для меня никаких сомнений не вызывает. С учетом того, что, да, падает популярность партии власти, надо как-то ее поддерживать так или иначе. Но и еще одно, что мне кажется, и о чем Юлька правильно заметил, что-то перестановки в силовых структурах, ну, экономика-то ухудшается. И проблема даже не в том, как будет общественное мнение на это реагировать. Оно в нашей стране, как известно, когда ухудшается экономика, люди переходят на стратегию индивидуального выживания и в политику просто играть перестают. А вот в элитах напряженность нарастает. И в этом смысле режим может оказаться под угрозой дестабилизации. И в федеральной власти очень важно продемонстрировать, что она может вот по такому поводу, как коррупция, которая на самом деле может быть... Можно по этому поводу ударить по любому человеку во власть. Когда системно поражена сторона коррупции, ясно, что многие дела завязаны. Власть демонстрирует, что она готова наносить удары по элитным группам. И таким образом укрепляет себя, демонстрируя силу. То есть вот здесь одновременно и стремление поднять популярность в народе, и продемонстрировать элитным группам, чтобы не буянили, что стабильность должна быть. Иначе будет плохо. Ну, такая вот силовая игра. Да, ну вот мы знаем, что нагрузку к большому бизнесу иногда дают какой-нибудь депрессивный регион. У Абрамовича была Чукотка. Я так понимаю, что у Ренова это была Коми-Республика. Так их же еще и за это и по рукам ударили, что они ее отапливали. Вообще, где здесь логика, Юлия Анатольевич? Ну, тут, понимаете, вы ищете логику там, где, в принципе, быть не может. По определению. Дело все в том, что... На вопрос, с чего вообще вся эта история началась? Это же началась жалоба нового руководителя Коми президенту Путина. Поэтому это скорее не предвыборная ситуация, а это именно такая демонстрация всесильности президента. Это вот я еще раз говорю, это абсолютно невыборная ситуация. Но президент тоже выбирать будет? Ну, его будут еще выбирать когда еще? Через два года. Понимаете? Значит, здесь логика была немножко, видимо, другая. Я еще раз говорю. Видимо, люди, которые пожаловались Путина, просто так у нас как бы звезды не зажигаются. Там была какая-то подоплека, которая позволила новому руководителю Коми выскорить вот такую жалобу. Вы когда-нибудь видели, чтобы у нас руководители регионов публично выражали какие-нибудь жалобы президента? Такого не бывает практически. Пока на это не дана команда сверху. Вот эта вот штука появляется. А дальше, действительно, это очень баблевая точка, тут правильно было сказано, это ЖКХ. И надо переложить вину на, так сказать, власти, на тех, кто это обслуживает. Правда? При этом все время идет другая очень любопытная информация о том, что этим самым энергетикам, которые сегодня попали под раздачу, что называется, им же региональные власти зарождали миллиарды, существенно больше, чем все эти взятки. Поэтому здесь может быть еще одна очень интересная подоплека, как бы снять нагрузку вот эту финансовую с региональной власти. Вот сегодня, когда обсуждаешь, вообще колоссальные нагрузки финансовой на региональной власти, там миллиарды, которые, они с ними справиться не могут. То есть надо найти виноватого. Либо федеральный центр, либо те, кто, как вы говорите, кормит регионы. Да, и сейчас обнуляют эти долги, да? Да, вот вполне может вышли такой ход к обнулению долгов. Вот это похоже на такую серьезную заявку. Вы все правильно говорите, что да, была дана именно команда, но она же была дана не случайно именно сейчас, за 10 дней до выборов. То есть мне-то кажется, что нельзя этот фактор отсюда исключать. Вы стоите из логики, которую вы примете, что все пики выборной кампании должны идти за две недели. У вас в голове вот эта логика сидит. Я объясняю, что события начались раньше, события начались с посадки еще год назад руководителя КОМИ бывшего. Правильно, но руководитель региона КОМИ, новый руководитель, пожаловался не случайно именно в этот период. Естественно, пик избирательной кампании приходится на последние две недели. Ну да, врачи-долго за это внимание пошла. Это логично. Вы же видели в этой медийной волне хотя бы слово о выборах? А зачем? Ну, какой, вот представьте, сидит нормальный человек, посадили какого-то энергетика за бабло. Какое отношение это не было? В нем поднимается любовь к власти. То, что, извините, президент борется с олигархами, которые повысили тарифы. Это было не президента. Вы еще раз, у нас не выборы президента. Если были выборы президента, я бы с вами согласился, но это не выборы президента. Вот когда человек ничего не понимает. Ну, естественно. Ну, естественно. Абусу Пьян, скажите, действительно сейчас передел идет сфера влияния? Как выразился Елена. Я скорее соглашусь с этой позицией, что идет передел влияния. Одно другому не мешает. Да, и одно другому тоже не мешает. Да, и в последнее время, кто вряд ли, силовые вот эти службы, вряд ли они ведут самостоятельно игру. На мой взгляд, все-таки их используют те, кто в состоянии, у кого есть ресурс для их использования. Поэтому это же самый эффективный способ. Но представьте себе, действительно в высших кругах, властных кругах, скажем так, все люди, все чиновники, они действительно у всех есть скелеты в шкафу. И службы, особенно спецслужбы, все это прекрасно знают. И в какой момент все это открыть и предъявить население, это решают, я думаю, на очень высоком уровне. Но меня больше всего беспокоит легкость решения этих вопросов, легкость привлечения к уголовному преследованию. Вот это действительно очень должно беспокоить всех нас. Потому что получается, как я уже говорил, что я не думаю, что тот человек, который дает взятки, он же ее не под расписку, не под запись дает все это. Значит, эта информация, она есть, нет, очень труднодоказуемая. То есть подкрепить это доказательствами достаточными с юридической точки зрения. Но почему всегда достаточно любых доказательств, которые далеко не безупречны, ущербны? Вот показания, допустим, какого-то человека. Этот человек, он может дать показания против кого угодно, в обмен на какие-то... На призначные смягчания наказания. Да, да, да. И даже на улучшение бытовых условий некоторые дают все, что угодно. Поэтому это очень серьезный вопрос. И использование в последнее время вот таких приемов нашими средственными органами, оно в итоге приведет к большим проблемам, в первую очередь, для населения. Потому что все, что начинается оттуда, оно все-таки доходит до низа всегда. Это практика, говорите, привлечение каких-то засекреченных свидетелей. Вот мы, никто не знает, что это за человек. Но он говорит, вот его не видно, мы его слушаем, и он рассказывает. Да, я вот этим человеком, значит, где-то в камере сидел или в каком-то там сборке, как он там называет, сидел. И он мне, первый раз человек, он мне рассказал эту страшную историю, как он совершал эти злодеяния. И, ничуть не сомневаясь, суд, вот эти показания, абсурдные, бессмысленные показания, он приводит в качестве доказательства при постановлении. Женскому царице всех доказательств этих показаний. Здравствуйте, уголовный кодекс российский, самый гуманный в мире. Максим, вот я знаю, ваша партия не принимает помощи от олигархов. А вы вообще внутренне понимаете, что это не совсем справедливое, это избирательное выборочное наказание, как когда-то с Юкусом? Мне кажется, что да, избирательное выборочное. Ну, во-первых, здесь мы можем судить только по каким-то косвенным признакам об этой истории, потому что понятно, что материалов следствия мы не видели, правду мы не знаем. Во-первых, отсутствует просто доверие к российской правоохранительной системе и к следствию. Во-вторых, еще раз, конечно же, то, что это за 10 дней до выборов было сделано, это сделано не случайно. В-третьих, из тех цифр, которые есть в СМИ, совокупная сумма взяток, которые якобы дали фигуранты дела, она превышает ту прибыль, которую они получили от завышенных тарифов за эти годы. Если это просто сложить, то им это оказывалось как раз очень невыгодно. Я еще раз говорю, это те цифры, которые есть в СМИ, тем не менее понятно, что никакого это доверия не вызывает, и мы знаем, как у нас отбирается собственность в нашей стране, мы знаем, что она не гарантирована ничем. Поэтому такое ощущение, что это избирательное применение законодательства для, во-первых, предвыборного пиара, во-вторых, действительно идут какие-то кулуарные процессы внутри группировки власти, в частности, в силовом блоке. В-третьих, да, просто отобрать актив, то есть, действительно, все признаки того, что это дело очень избирательное, несмотря на то, что партия Яблок финансовой помощи от олигархов не получает. Да, может, давайте вспомним, 2003 год. Какую роль и какое влияние на исход выборов оказал Овест Ходорковского, когда через месяц были выборы в Думу? Ну, тогда-то мне казалось, что это все очень мало нас на что повлияло. Практически никак. Практически никак. Это были совершенно параллельные миры. Ну, этот принцип сохранился, значит, своим все, чужим закон. Нет, ну, естественно, мы дикие, нет у нас законов, но просто сейчас ситуация немножко другая, потому что тогда экономика находилась на повышении, инвестиционная активность была мощная, и скорее власть работала на просто отъем больших кусков собственности и постановки под контроль государства вот этих вот эффективных крупных компаний. Сейчас-то о другом речь тоже. В конце концов, ну что там... Кому-то электростанция нужна. Виновка какая-то... Не, электростанция. Ну, хорошо, но электростанция. Никому не нужна. В общем, это все частные случаи. Здесь, по-моему, куда более существенно выражен такой вот политический контекст в смысле демонстрации борьбы с коррупцией, чем передел собственности. Потому что, ну, Югус гигантская компания была, и это был прецедент действительно внедрения государства в экономику. И изменение просто соотношения сил между частным предпринимательством и государством. Сейчас все уже закончено. Сейчас не с кем воевать. Это вот так. Мелкие отстреливания. Вот по поводу вот этого тезиса своим «все чужим закон» это так, но в России люди очень быстро перестают быть своими, да, потому что понятно, что вокруг президента идет борьба различных элитных групп. Кто-то отодвигается, кто-то подвигается, кто-то, кто отодвигается, перестает становиться своим. То есть в этом смысле действительно гарантий нет никаких. И крупным вот этим вот игрокам, на мой взгляд, ну, пора действительно задумываться, что систему пора менять, потому что ни у кого нет гарантии личной безопасности в этой системе. Она совершенно... Никогда не будет менять систему. Это такое детское наивное впечатление, что те, кто в власти, хотят ее менять. А зачем им менять? Это классическая борьба за ресурс. Речь идет о крупных финансовых игроках, но я думаю, что они в страхе божьем про это не подумают сейчас. Да нет, не в этом дело. Смотрите, на самом деле логика тут... Наверное, сидят люди, причем это довольно целый ряд групп, которые сидят вокруг финансового ресурса. И они борются между собой, кто ближе к этому ресурсу придойдет. Их система это устраивает. Потому что если изменить систему, то они все окажутся не около этого ресурса. Это бесполезно. Они люди, которые, мягко говоря, зарабатывают на бюджет, вы их что, они завтра скажут, что мы белые и пушистые, и будем себя хорошо вести? Ну, ребят, это просто наивно, на самом деле. Это детский сад на лужайке такой. Абу, как вы считаете, падает ли инвестиционная привлекательность России после таких историй? Это очевидно. Естественно, падает. Потому что, хотя вроде бы, государство должно было принимать меры наоборот по улучшению этого климата. Да, климат и неприкосновенность собственности. Но мне кажется, что вряд ли кто-то над этим задумывается. Тем более, вот в этой сложившейся ситуации... Санкции, да, тут не до этого, да, вы считаете? Да, по-моему, не до этого. А сам климат, конечно, инвестиционный, это ухудшается. И, естественно, после... Я думаю, что по зарубежным средствам массовой информации все это прошло. И очередное, очередное вот это дело, оно, конечно, как бы добавляет у этих людей... Совершенно точно. С одной стороны, выдвигается тезис, да, давайте нам нужно действительно инвестиционный климат улучшать, потому что дефицит средств, и нужно как-то стимулировать экономику. С другой стороны, вот такие вот удары, ну, мягко говоря, нет, вообще все оправдано, да, действительно, там коррупционные схемы, но обстановка неуверенности появляется. И вот очень какой-то, это даже не ударом кулаком куда-то, и не много... Такая ходовка по разным направлениям стратегической опроски, какие-то вот такие вот хаотические импульсные удары, то в одном, то в другом направлении, в значительной степени блокирующие усилия предыдущие. Вот какое-то броуновское такое вот движение, что надо что-то сделать, делаем, и потом в другое место уходим. Ну, потому что это не борьба с комиссией. Понимаете, вот так с коррупцией не борются принципиально. Борьба с коррупцией – это всегда системное явление. А это, на самом деле, ну, известно, кстати, одной из серьезных проблем вообще борьбы с коррупцией, что вот такие штуки используются в политических целях. В широком смысле, в данном случае, не о выборах, говорю, вообще в политических целях. У нас есть замечательный пример, просто, любимый на наше государство под названием Китай. Там же все время такие фокусы происходят. Там именно используется как бы борьба с коррупцией для того, чтобы устранять политических конкурентов. Да, там смертная казнь. Смертная казнь, и, на самом деле, от этого коррупция там не сильно меняется. Она остается на высоком уровне. Для того, чтобы бороться с коррупцией в условиях, когда у нас там примерно 50 или 60 процентов людей считает нормальным коррупционные сделки, в общем, вполне готовы их заключать, когда коррупция просто стала культурной нормой, даже на уровне массового сознания. С другой стороны, когда действительно и все привыкли в таких условиях, тут нужно не просто там хватание кого-то за руку, а нужна свободная пресса, нужна свободная игра политических сил, так, чтобы партии могли или там политические лидеры могли отслеживать и использовать в своих интересах вот эту коррупционную борьбу, борьбу с коррупцией, а свободная пресса раскачивала бы скандалы, раздувала и независимые суды, естественным образом. На самом деле, фундаментальная реформа политической системы и более того, некая культурная революция. Но это долго, это так просто не сделаешь. Я думаю, что проблема-то еще глубже. Дело в том, что я просто занимаюсь этим, есть современные режимы, для которых коррупция является основным механизмом их жизни. В этих режимах никакие игры, ни в какие выборы, ни в какие публичные мероприятия, они просто невозможны. Я просто сейчас сидел и анализировал. Есть страны, где практически всех странах сегодня в мире есть массовое выступление против коррупции. Практически. С очень высоким уровнем коррупции, в странах с низким уровнем коррупции, там есть реакция на коррупцию, потому что есть возможность массово высказать свое мнение. Есть режимы, в которых это закрыто, Потому что все процессы, которые происходят, и политически, и экономически, и информационно, их двигателем является коррупция. И в этих системах невозможно ничего сделать, пока эти системы не будут кардинально изменены. Просто невозможно. Об этом и говорю. Да, от того, как по вашим наблюдениям, рапорты о борьбе с коррупцией, они липовые, оказывается. Я согласен с тем, что борьбы с коррупцией нет. Нет, это очевидно. Да, там где-то для статистики или для галочки какого-то гаишника поймают, отчитаются, потом еще что-то. Но дело в том, что... Какого-нибудь губернатора, типа Никиты Юрьевича. Да, и губернатора тоже. Это тоже надо показывать. Но дело в том, что борьба с коррупцией начинается с верховенства закона. Значит, когда нет верховенства закона, никакой борьбы с коррупцией быть не может. А то, что сейчас закон действительно используется в каких-то целях, это очевидно. Поэтому для начала, мне кажется, необходимо, во-первых, определить эту проблему. Во-вторых, нужна такая перестройка нашей и политической системы, и судебной, и всего-всего, что... Я, например, не вижу людей, которые способны на это. Нету сейчас людей, которые способны пойти на такие радикальные шаги, чтобы действительно бороться с коррупцией. Это означает в крах всего нашего уклада, настоящая борьба с коррупцией. Это такая серьезная вещь. Я согласен, коллеги говорят о том, что для системной и настоящей борьбы с коррупцией, собственно, нужна принципиально другая политическая система, в которой закон будет одинаковый для всех, и так далее, и так далее. И это верно. Но я не согласен с тезисом, что кто-то ее должен кардинально поменять, и вот тогда-то все это наступит. Напонятно, что действительно политическая элита, которая всем этим занимается, она в этом не заинтересована, потому что коррупция – способ ее воспроизводства. Ну, поэтому никто эту политическую систему просто так нам не поменяет. Это должны делать сами мы на выборах. Выборы невозможны, потому что выборы сами коррумпированы. Никто их менять не будет. Вы же занимаетесь политологией, правильно? Я про это говорю, это не выборы. Есть, например, такое понятие, как упрокидывающие выборы. Да я еще раз говорю, это не выборы. Вот посмотрите, что происходит. Просто не время для апатии сейчас. Просто посмотрите законы. Эти законы заранее настроены, чтобы никаких выборов не было. Это заранее спрогнозированные мероприятия по пребисцитарной легитимации власти, а не выборы. В этом вся разница. Марк, помните, Петр Первый хотел бороться с коррупцией, а у него ближайшего друга, Александр Коменщиков, был мультимиллиардер, и даже купил себе звание генералиссимуса. То есть он даже в своем, как бы, ближайшем круге не мог побороть коррупционеров. Я понимаю, что это был герой Полтавы и герой штурма Шлиссельбурга, но он же был коррупционер Менщиков. В известном смысле я скажу очень пессимистическую фразу. Любое общество, переживающее серьезный транзит, когда уходит одна элита, приходит другая элита, когда существенным образом меняется культура, законы, отношения между властью и людьми, и между... внутри властей. Вот здесь просто всплески коррупционные неизбежны. Не правда. Такова природа человека. Не правда. Я приведу пример, что это не так. Например, Словения. Там произошла смена режима, и коррупция там была очень... Ну нет, ну что... Я приведу еще пример. Я знаю такие страны. Чехия, Эстония. Я приведу куча примеров. Грузии. Грузии, не сразу. Грузии, не сразу. Это не транзит того масштаба, которого... Здорово, это транзит только в России, что ли? Нет, почему? Вот Петровская реформа, это действительно геологическая реформа. Да, это сломали все. Я еще говорю, ну, извините, в этих странах менялись политические режимы. А ты берешь политические режимы в странах, в которых существовали еще поколения, помнившие, как они жили когда-то при нормальном режиме. Конечно, когда там была еще реституция, в чехе вернули собственность даже живым собственником. У нас этого нет. Нет, я забываю вопрос, почему это? Ну, я просто беру вопрос. Нет, ну просто есть процессы разной глубины. Не обязательно при транзите режима, обязательно возникает коррупция. А во-вторых, просто... Если удается очистить новую власть от предыдущих деятелей, тогда удается. Если не удается очистить, будет, в принципе, коррупция. Если не удается. Ну, так вот есть примеры, когда это делается, известно, как это делается. Это маленькие страны, которые к тому же были готовы входить, в общем-то, в не очень коррумпированную европейскую среду. Понимаешь, это что-нибудь другое дело. А тут, когда идет гигантская страна, которая не понимает, кому и прислониться... То есть, ты хочешь сказать, что это проблема России? Ну, я тоже не очень с этим согласен. Это и проблема России, и проблема... Есть примеры, например, там в Грузии Саакашвили на 5 лет победил коррупцию в вузах, на дорогах и где-то еще в медицине. Не там, он не в медицине. Он победил, частично победил коррупцию. Он полностью победил полиции, частично исполнительной власти. Он не зовет часть коррупции. Полиция, оказалось, там пытали всех, кто... Да нет. Коврачи, с кого деньги брали? Нет, нет, нет. Там просто уволили все. Там, на самом деле, наверное, просто знают, что они сделали. Они объединили все силовые структуры сначала в одну, потом половину, половину, больше половину. Просто уволили к чертовой матери. Просто. У них в течение двух или трех месяцев вообще не было ни постовых, ничего на дорогах. И назначили новых людей. То есть, они показали как раз... Вот тот пример очень локальный, кстати. Когда вы, если вы очищаете систему относительно коррупции, тогда у вас получается. Если вы ее не очищаете, у вас мало чего получится. Почему вот этот... Не становится необратимым такой процесс, что он опять приобретает обратную инерцию? Природа человека такая? В нашем случае я не могу говорить о необратимости процесса. У нас, по-моему, процесса по искоренению коррупции вообще не начиналось. Я говорю даже про Грузию, в таких странах, где вроде чистый эксперимент. В Грузии мы понимаем, что одна из самых коррумпированных республик, она смогла, в принципе, вопрос коррупции, хотя бы, да, изменить, да, изменить и достаточно серьезно, да. То есть, все там зависело от воли практически, по-моему, одного-двух человек, скорее всего. Ну, естественно, это волевое решение было. Да, это было такое решение. У нас пока... Политической воли хватило. Да, политической воли, конечно. А мне кажется, не только политическая воля, потому что, если кто помнит Грузию советскую, то она была вся пропитана, ну, по крайней мере, на элитном уровне, она была вся пропитана желанием уйти на Запад. Вот этот вот пафос вхождения в Европу и десоветизации у грузинских элит был очень глубок. Только она, все элиты грузинские, сейчас в советское время была одна из самых коррумпированных. Конечно, там Секумовство было. Совершенно верно. Ну, просто хотя бы была реперная точка, было направление, которое означало, что... Ну, не сразу пришла, а на от этого не было. Как на от этого не было? Как на от этого не было? Это началось. Не-не-не-не. Боролся его предшественник тоже. Но не удалось. Не, на самом деле, борьба на с приходом Саакашвили, это реформа 2004 года. Это известно, когда... Если позволите, я бы хотел сказать, ну, отвечая на ваш вопрос, а почему это все-таки стало обратимо? Ну, это вопрос же в политике, потому что Саакашвили на... наравне с тем, что он достаточно эффективно стал бороться с коррупцией, он стал вводить очень серьезные авторитарные порядки в политике. Он разгонял митинги. Действительно, были вот эти случаи пыток в тюрьмах. Политические оппоненты его погибали, там, странным образом, дома, там, от какого-то газа и так далее, и так далее. И в этом смысле просто... Я как раз был в Грузии в этот период, вот, и общался с людьми, с таксистами, с просто людьми, там, на улице. Они были очень довольны теми реформами, которые он провел, но они были категорически недовольны, что с ними так обращаются политически. Ну, они просто как бы не идиоты, да? Очень странно свой народ считать, там, вот, каким-то непонимающим. Они же видели все эти процессы. И поэтому на следующих выборах они проголосовали за грузинскую мечту. И поэтому это стало обратимо, и так далее, и так далее. А грузинская мечта, уже придя к власти, стала сажать сподвижников Саакашвили, которые делали все эти реформы. И снова страна спустилась вот на этот вот круг преследования посадок и так далее. Я не к тому, что там коррупция вернулась, а к тому, что... Но народ уменьшается все время. Там было, да, и оселяне было, это вообще были ужасные режимы. Нет, там же, на самом деле, было еще, что говорить про грузинскую. Там же забывайте, что еще был принят Хартия Свободы, знаменитый 13-го года, где практически была провоглашена иллюстрация политическая, очень серьезная, которая тоже всегда способствует понижению коррупции. 13-й год, Хартия Свободы, которую принимали уже все, причем и сторонники Саакашвили, и сторонники грузинской мечты. Парламент ненагласно его принял. Я, если позволите, еще пару слов скажу про тезисы бессмысленности выборов. Ну, коллеги имеют право, конечно, на свое мнение, но я просто хочу сказать, что даже в тех условиях, в которых мы сейчас существуем, существует такое понятие, как прокидывающие выборы. В таких системах нет опрокидывающих выборов. Послушайте, значит, опрокидывающие выборы происходят в абсолютно любых системах. И суть этого явления в том, что когда, казалось бы, все решено, когда, казалось бы, одна партия Грандинова приходит к власти, вдруг происходит все таким образом, что-то позиция, в том числе, показать. А знаешь, я помню, выборы такие были в Никарагуле. Там вот был Артега, и была женщина такая инвалид. Да, потом он вернулся. Так она выиграла у него. Это было, я скажу, 2004 год. Просто последний пример Бирмы, пожалуйста. Женщина, которая сидела 15 лет в тюрьме. Так это не опрокидывающие выборы, друг мой. Там совершенно другая история. Там власть военных, и военные допустили выборы. Никаких опрокидывающих выборов там не было. А вот то, что вы вспоминаете, в Никарагуле. Там Даниил Артега был. У него Артега была. Да, причем Артега проиграл. Чамор, по-моему, его фамилия. Да, Артега проиграл. Именно потому, что он был обличен в коррупции. Вот там вот такая ситуация была. Но там при этом была возможность обличать Артега в коррупции. А в ситуации, когда вы никого не можете обличать, какие-то опрокидывающие выборы. Это уникальная история. Для того, чтобы они были опрокидывающие, сначала надо открыть информационное пространство. Если оно закрыто, никаких опрокидывающих выборов не бывает. Хорошо было бы открыть. Вам специально никто информационное пространство не открывает. Всего этого нужно добиваться. Вот назовите мне пример еще опрокидывающих выборов. Не веришь ты, Юлик, в чудеса. Я в чудеса не верю. Я просто знаю практику политическую. Все это такой же разговор. Вы же цветные революции. А это не опрокидывание. Вот цветные революции другая история. Это не насильственные революции. Это не опрокидывающие выборы. Это вот это другая история. А бывали они и насильственные тоже. Ну, я говорю, но это другая история. Это не выборы. Это бескромный какой. Ну да, но это не выборы. Это совершенно другая система. Но это возмущение народа после выборов, который возмущается тем, что... Как вы считаете, у нас юридически... Это все с выборами связано. Это бесполезно, оспаривать результаты выборов? Хотя сейчас Александру Панфилову назначили, и все равно же нет никакого механизма. Я думаю, может быть, какие-то, возможно, какие-то решения несущественные. Да, по округам каким-то. Возможно, конечно, будут приниматься судебные решения, которые в итоге ни на что не влияют, но добиться серьезных каких-то успехов судебные, судебные, это невозможно. Нет, там не в этом дело, там же законы настроены. Смотрите, даже Гелая Александра Панфилова, при всей к ней уважении, закон избирательный сделан так, что она даже уволить председателя избиркома сегодня не может. Это закон так построен. Это реально, да? Ну, это реально, закон специально так сделан. Вы что, не понимаете, что это заранее выстроенная система? Ни один судья, ни один судья никогда не вынесет решение, которое не устраивает власть. Это однозначно. Просто вывод неправильный. Да, действительно, все устроено таким образом, что ставятся всем палки в колеса, но вывод тогда нам не надо ходить на выборы. Мы так не говорим, мы просто предупреждаем, что это... Вы можете говорить все, что угодно. Мне кажется, что именно так говорится. Российские граждане просто говорят, что я в призывании не участвовать в выборах. В открытой. В открытой. В открытой. И не скрываю этого. Ну, есть, есть еще другие мнения. Просто я думаю, что вот не надо обольщаться. Ну, я думаю, что здесь и никто и не обольщается. Что вот единожды там, проведя выборы, можно все исправить. Это, я думаю, очень долгий процесс. Мучительно долгий процесс. Не значит, что его не надо начинать. Начинать-то надо. Понятно, что он не может идти фронтально, потому что все это будет только прорывами, там, точечными и так далее. Но это долгий, очень долгий процесс. Чем больше я читаю про то, что там, скажем, происходило с нами, извиняюсь за исторические экскурсы в 1917 году, тем больше я понимаю, в какую чудовищную пропасть проваливалась страна. И в какой пропасти она существовала. И моральные, и экономические, и социальные, и психологические, и политические, и какой угодно. И вот выбраться вот из этой вот чудовищной ямы, вот так вот просто не получится. Это многие поколения уйдут, и дай бог, стране сохранится. А так, ну да, естественно, надо там начинать, естественно, надо понимать только цену своих усилий и эффективность своих усилий. Счастье не наступит вот завтра. Оно и при моей жизни точно не наступит, и при своей тоже. Не факт. Ну вот, а оно есть, так и есть, не кощай бессмертный. Значит, вы все-таки верите вопрокинующие выборы? Я не выборы, это произойдет не через выборы. Вот через выборы этого не произойдет точно. Это произойдет совершенно другим. Катастрофическим путем? Да, катастрофическим путем, скорее всего. Ну, слушайте, если призывать не ходить на выборы, то да, альтернатива выборам, эволюции. Призывать все имеют право, просто вы спорите, аргументы свои, да. Нет, имеют право, я же просто как раз не спорю с этим. Просто катастрофическим путем никогда ничего хорошего не пришло. Нельзя от этого отказываться. Практически никогда, да. Нет, катастрофическим путем ничего хорошего. Я не сторонник абсолютно революции и катастроф. Но надо просто понимать, что власть расстраивает систему так, что другого пути изменить эту систему не существует. Точка бифуркации уже, кстати, она точно появится. Это не будет, так сказать, плавный процесс. Невозможно в этой системе плавный процесс принципиально. Она устроена по-другому. Да невозможно, Марк. Пока есть такой инструмент, как выбор. Да нет инструмента выбора, я вам еще раз объясню, это не выборы. Вот посмотрите все, что все законы, посмотрите, как они проходят, вы поймете, что это выбор. Я прекрасно знаю, как они проходят. Я в выборах участвую, участвую в наблюдении, в организации этого процесса и так далее, и так далее, много лет. Это не выборы. Я понимаю все трудности, которые с этим связаны. Это не трудности, это не выборы. Но, возможно, сейчас, последний раз, когда люди о чем спрашивают. Как вы считаете, владельцы ЮКОСа, которые отсидели по 10 лет, стали оппозиционерами. Я думаю, что вот из этих тоже опальных олигархов не получится противники режима. Как вы считаете, Марк Петрович? Ну, для того, чтобы стать оппозиционером, нужно иметь не только склонность к экономической деятельности, но и склонность к политической и социальной деятельности. У Ходорковского она была. Он был ярко выраженный, такой общественный деятель. Да, он же открытую Россию еще сделал в хорошее время. Конечно. И экономика для него была одна из сфер. А вот эти люди, они, в общем, ну что, предприниматели, они предприниматели и есть. Я не думаю, чтобы они умели и хотели бы играть в политику. Это что-то другое. Да не пользуйся от лоти системы. Тут же опять та же проблема. Люди, которые принимали решение в этой системе, ее менять не способны. Это надо просто понимать. У них другая технология принятия решения. Ну, если их отторгли, оскорбили. А это не важно. Вы можете их отторгнуть, оскорбить, все что угодно. Логика принятия решения у них та же самая, она не меняется в одночасье. Человек привык принимать решения так, как он их принимал, он так их и будет принимать. И в одночасье он не изменится. Слушай, Юрий, я вспоминаю Николая Алексеевича Некрашева. Про разбойника Гудияра. Вдруг у разбойника Лютого, понимаешь, совесть Господь пропустила. Все бывает. Вот сначала совесть должна пробудиться, о чем я сильно сомневался. Все бывает, понимаешь, в этой жизни. Ну, это бывает. Я видел людей, которые очень здорово кардинально меняли свои взгляды. Я видел таких. Но это люди уникальные. Просто уникальные. Это единичные случаи. Почему это происходило в протяжении процесса? Опалы, вот этого изгнания не превратит этих, не оттолкнет этих олигархов в сторону оппозиции к Кремлю? Ну, кого-то, в принципе, оттолкнуло. Но успехов... Все оказываются в миграции. Все в Лондоне оказываются. Они там, и даже здесь, кто остался, даже после того, как их лишили всего, по-моему, они хорошо знают систему. Они хорошо знают систему, поэтому они не будут... Все это же бесполезно, да, кстати, по-моему. Кроме того, у них даже в хорошие времена поведение было не кооперативное. Были крупные олигархи, они друг друга знали, но вот так, чтобы объединиться... Солидарности не было, смотри. А у них ценносты хостолки. Они предпочитали решать свои частные вопросы, компромиссы с властью. Тут же еще есть такой аспект, что они получили свою крупную собственность в 90-х годах, ну, очень разными механизмами. Поэтому они понимают, что эти механизмы были такие, какие они были, что никто им это все не гарантирует. Что в этом смысле они зависят от власти, от политического решения. Которая действительно собирается и чего-то делает. Ну да, чуть похоже на то, как... То есть никакого аристократизма здесь нет, конечно. Они не должны, так сказать, борзеть, как говорится, на зоне. Ну, скажем так, у них на самом деле нет целевой установки на развитие страны никогда не было. Вот почему у них нет кооперативных? Потому что у них нет общего объединяющей идеи. У них нет общего понимания развития. И они решают свои частные вопросы, как накопить денег. Вот и все. А вот нормальный современный бизнес, современный уже, на самом деле, не просто экономик, это социально-экономический процесс. Большинство современных, крупных бизнесменов, посмотрите, они же все время, то есть, огромные деньги тратят на благотворительство, никто их к этому не принуждает. У них есть бизнесмены второго и третьего поколения. Нет, я говорю, конечно, не середины 20-го, безусловно. Я не про это говорю, а вот те, кто сегодня, на самом деле, самые крупные бизнесы, совершенно у них другая идея. Почему мы все время никак не можем понять, почему при всех санкциях все страны сохранят. Потому что бизнесмены, которым нанесен удар, они все-таки понимают, что есть ценностные категории, помимо чисто экономики. А у наших нет этого, и не было никогда. И, на своей письмо, уже и не будет. И не будет. Как вы считаете, может ли эта линия еще продолжиться за оставшееся время? Линия какая? Ну, вот это якобы, как вы не согласны на борьбу с коррупционерами. Так нет, сейчас коррупция, я просто глубоко убежден, что мы увидим кучу таких историй. Будет, да? Я объясняю, почему. Потому что если у вас есть схватка бульдогов, которая перестала быть под ковром, она вылезла наружу. То в этой ситуации самая красивая, чтобы не говорить, что это мы за собственность или делим за раздел бюджета, это обвинять друг друга в коррупцию. Они этим и будут заниматься. Вот сейчас будет этот механизм, будет просто широко использоваться. Посмотрите все последние конфликты даже внутри силовых структур. Там же лейтмотив, что? Коррупция. Лейтмотив-то там коррупция. Этот лейтмотив, он будет разыгрываться, потому что политически я с Марком согласен. Этот лейтмотив, он очень красив, кстати, для публики. Но на самом деле это совершенно другая история. Но таких историй сейчас будет очень. Да, но, по-моему, это же как-то дискредитирует вообще. А кого это волнует? Это нас с вами волнует. А кого это еще волнует? Ну, должны политтехнологи над этим работать, чтобы урон не носить имиджу действующей власти. Нет, а тут же получается, понимаете, с одной стороны, у вас есть, так сказать, телевизор. Телевизор рассказывает, что с коррупцией бороться хорошо. У вас, так сказать, все люди говорят, о-о-о, борются с коррупцией. На самом деле никто не пытается задумываться, что на самом деле это не борьба с коррупцией. То есть тут, на самом деле, вот эта вот сомбированная система, она очень хорошо работает в этом смысле. Ну, как считаете, Марк? Это я, по-моему, я с этого и начал, что власть сейчас будет очень активно использовать тезис борьбы с коррупцией для того, чтобы поднять авторитет, падающий авторитет партии власти и вообще стабилизировать ситуацию. Это удобно. А насчет того, что никто не будет задумываться, то это нигде никогда никто не задумывается. Потому что телевидение, оно делает свое дело, очень четко делает свое дело. Когда оно консолидировано в одних руках, когда из всех каналов льется одно и то же, и когда еще сохраняется, она очень сохраняется, вера в высшую власть. Сокральность власть. Эта информация съедается абсолютно. Другое дело, что я помню, при коммунистах, когда тоже было все консолидировано, когда были две эти дурацкие программы или там три дурацкие программы, но коммунистов, коммунисты всех достали, им никто не верил, поэтому можно было целый день триндеть одно, а воспринималось это по-другому. Но это вот, понимаешь, рано или поздно, это скорее поздно, чем рано. А как вы считаете, насколько правдоподобно создана видимость законности во всех-всех делах? Или понятно, что это другая форма беззакония? Нет, ну, людям, не специалистам, но обычному человеку вряд ли это видно, потому что формально всегда соблюдается процедура. То есть процедура какая? Сообщение о преступлении, значит, принятие по нему решений, постановление о возбуждении дела, привлечении к качеству обвиняемого, и, значит, заодно это все подается в средства массовой информации, формально к чему и придраться. Но вся проблема в том, что... Возможно, Никиту было Белых до декабря закрывать, он никуда бы никогда не ушел. Нет, ну, только не соглашусь, тут есть еще одна, не всегда потом наказание будет. Тут уже у нас мы наблюдаем картину. Сначала раздувается информационный пузырь, а потом он лопается, и все, так сказать, якобы виновные спокойно уходят в кусты. Мы же это наблюдаем постоянно. Да, только у них отбирают какой-нибудь кусок, типа башнефти. Ну, там чего-нибудь забирают, но, в общем, как бы не сильно они страдают. Мы говорим о том, что формально тут как бы особо не к чему придраться, потому что его же не взяли просто так и закинули, знаете, там где-то его там люди в масках пытают. Есть законная процедура, процедура-то соблюдается, но дело в том, что есть и другое, значит, что реально за этим кроется. Вот истинные мотивы вот этого представления. Как Ленин говорил, по форме процедура, а по существу издевательства. Это, как говорил классик, да. То есть это присутствует. А так людям, я думаю, что многие люди радуются, когда, значит, какого-нибудь богатого человека, значит, сажают. Ну, многие радуются. То есть, главное, богатого посадят. Да. У Яблока какая программа по гуманизации правосудия? Вы хотите понизить число населения российских тюрем? Да, безусловно, правосудие у нас очень жестоко. У нас есть такой человек, как Андрей Бабушкин, который очень серьезно борется именно за гуманизацию. Вы знаете, что процент оправдательных приговоров в российской судебной системе, он ничтожно мал. Да, действительно, ниже. В Москве полпроцента. Ну, понимаем, что не может быть, что сюда доходит дело, а полпроцента только не виноват. Поэтому эта система, конечно, требует серьезной гуманизации. Потому что и пенитенциарная система, как она работает, мы видим различные случаи издевательства в тюрьмах по мере пресечения. Да, у нас понятно, что такая мера пресечения на время следствия, как лишение свободы, должна применяться в исключительных случаях. У нас она применяется, как правило. И в исключительных случаях применяется мера домашнего ареста. Ну, вот как, например, был случай с Васильевой. Вот это был исключительный случай для власти. Это была девушка, которая к власти близка. У нее была мера пресечения домашний арест. Я не выступаю ни в коем случае за то, чтобы у нее была другая мера пресечения. Но просто это должно быть именно как правило. А у нас в этом смысле все совершенно перевернуто. И, конечно, Яблоко выступает за гуманизацию этой сферы. Отвечая на ваш вопрос. Да, но вот видно, что все-таки на каких-то низменных инстинктах избирателей играет власть. Как вы считаете? Всегда. Всегда. Ну, не всякая власть, а определенная власть. Нет, ну, видишь, когда идет избирательная кампания, особенно избирательная кампания в условиях масс-медиа, ясно, что эксплуатируются инстинкты. Потому что программы никто не читает, никто их не интересует. Да, их и нет. Идет эмоциональная волна, идет эмоциональный лозунг, который нужно, чтобы сформировал симпатию к лидеру или к тому или иному политическому деятелю. Слова играют очень маленькую роль. А работа, да, на эмоциях, на инстинктах, на мощных инстинктах и эмоциональных стереотипах. Собственно, вот этот ключ. Мне кажется, что да, это работа на инстинкты, но я не уверен, что люди уж очень сильно этому верят. Потому что, ну, все-таки у них есть глаза и уши. И, например, москвичи, которые... Все верили, что Ходорковский вор... Нет, я понимаю, но с другой стороны, они же видят, что это совершенно бессистемная борьба с коррупцией. Что-то такое, ну, показательно, миссия. Это видит доля процента. Нет, 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 нет. Ведь, вот, в чем еще фокус? Когда человек сидит у телевизора, когда он сидит у телеэкрана, ему что-то говорят, он рациональную информацию, слова, там, цифры, он может фильтровать. Он чему-то там доверяет, чему-то не доверяет, что-то пропускает, что-то не пропускает. А вот эмоциональный натиск, эмоциональный пафос не фильтруется совсем, и человека здесь очень легко заразить. Эмоциональная часть всегда может... Естественно, конечно. Да, ну, таков закон ведь... Закон человеческой природы, на самом деле. Это было в меньшей степени, это было, когда не было средств массовой информации. Сейчас это стало еще с вами. Да, сейчас посмотрим по мере приближения даты выборов. Вы считаете, что будет обостряться? Это не с выбором, это будет обостряться в связи с кризисом. Это проблема не выборов, это проблема кризиса в стране. Хорошо, посмотрим и увидим, чем это закончится. Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. На Ланах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурзо-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штирман и Олег Львов. Редактор субтитров А.Семкин